Реакция законодателей на удар по Сирии была неоднозначной. С одной стороны, конгрессмены приветствовали решительные действия Трампа, оценили его способность координировать действия с союзниками, но с другой, многие отмечают, что для успеха всего этого недостаточно. Сенатор Линдси Грэм пишет, что Россия и Иран наверняка расценивают атаку США как несколько бомб, брошенных Америкой на прощание перед тем, как уйти из Сирии. Сенаторы Болвин и Джонсон одобрили операцию Пентагона, но высказали беспокойство, что, как и Обама, Трамп не имеет четкой стратегии в Сирии. Лидер демократа в Палате представителей Нэнси Пелоси и вовсе заявила, что действия Трампа вне закона, потому как он не получил одобрения Конгресса на проведение этой военной операции. Причем, по ее словам, конгрессмены перед атакой подали заявку на участие в брифинге Пентагона по этому вопросу, но получили отказ. Не меньшие споры вызывала сама реакция Трампа на военную операцию. В субботу в одном из своих Твиттер-сообщений он использовал фразу «Миссия выполнена», что у многих вызвало негативную реакцию. Фраза навеяла воспоминания о том, как Джордж Буш-младший в 2003 году использовал баннер с этими словами во время своего обращения к военнослужащим, участвовавшим в иракской кампании. После этого война затянулась еще на несколько лет. Неоднозначность фразы в нынешней ситуации отметил в эфире телеканала СНН и сенатор Ангус Кинг. Я думаю, не совсем уместно сказать, миссия выполнена, если миссия заключается лишь в сдерживании использования химического оружия. Год назад мы нанесли удар с той же целью и посчитали его успешным, но химическое оружие после него все так же продолжало использоваться. Не ответить на критику и вновь использовал Твиттер, чтобы дать отпор своим оппонентам. Еще одна тема, затронутая Трампом в Твиттере, касается его адвоката Майкла Коэна, на офис которого неделю назад ФБР совершила рейд. После обысков Коэн подал иск в суд с целью запретить правоохранительным органам изучать добытые материалы, связанные с Дональдом Трампом. По его мнению, это нарушает принцип секретности взаимоотношений клиента и адвоката. Об этом пишет и Трамп, отмечая, что теперь все его адвокаты опасаются, что в их отношении будет нарушен этот принцип. Сегодня состоится второе заседание по иску Коэна. На нем также будут присутствовать адвокаты порноактрисы Сторми Дэниелс. А вчера юристы президента обратились к судье с просьбой дать им ознакомиться с изъятыми у Коэна документами, чтобы отобрать те, которые, по их мнению, нарушают тот самый принцип секретности взаимоотношений адвоката и клиента. Угрозу президент чувствует и со стороны бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае прошлого года. Коми написал книгу о его странных беседах с Трампом, а вчера дал интервью телеканалу ABC, в котором он обвинил президента во лжи и несоответствие занимаемой должности по моральным качествам. Естественно, это задело чувствительного критики Трампа. Он посвятил Коми целых шесть твитов и порой переходил даже на личные оскорбления. Скользкий тип Джеймс Коми. Это человек, который всегда плохо кончает и который все делает не в попад. Он не очень умен. Он, безусловно, войдет в историю как худший директор ФБР. Многие пользователи сети считают, что Коми направил Трампа в нокаут своими словами. Ну и бывшему директору ФБР достается его громкие высказывания. Некоторым кажется лишь обыкновенным пиаром в преддверии официального выхода его книги, запланированного на завтра. В четверг Коми, кстати, опять даст большое интервью на этот раз телеканалу CNN. Продолжение следует...